Если выписать строчку, несколько чисел через запятую, то получаются так называемые вектор строки. Вот здесь я почему-то написал матрицу 2 на 2, а давайте сразу я заполню ее какими-нибудь числами, скажем число 15, это просто так, я пишу совершенно случайные числа, согласитесь, что матрица. Вот, дальше возьму, нет, не сюда, не сюда, дальше возьму вот сюда рядом столбец и напишу сюда, например, 2 и, нет, не 27, а 2 и 7. Вот, и попрошу вычислить. Вот это называется умножение матрицы размером 2 на 2 на вектор столбец. Хорошо. А я говорил вектор строка. Это тоже не проблема. Для этого нужно всего лишь было нажать на другое. Почему там какой ответ получился, я сейчас буду объяснять, конечно, эти самые 44, 48, да, вот. А что такое у меня строка? Вот она строка. Вот, например, строка длины 4. Что это такое? Ну, скажем, 2, не знаю, там 1, 5, 8, да, плюс. Давайте такую же строчку длины 4 я возьму, например, 10, это может быть 30, 60. Здесь абсолютно любые числа. 50. И что же будет в результате? В результате получился вектор 12, 31, 65, 58. Ну, тут много чего можно сделать с вектором, взять у него длину и так далее. Но, малость, это означает вектор длины 1 с таким же направлением, да. То есть, проще говоря, вектор, каждое число надо разделить на длину. Но дело не в этом. Итак, складываются вектор строки по простому правилу. Первая координата с первой координатой, вторая со второй, третьей, с третьей, четвертой, с четвертой. Прекрасно. Вектор столбцы. Точно так же. Тут очень важно. Длина вот этого должна, конечно, равняться длине этого. То есть, если у вас разной длины, то операция сложения бессмысленная. Хорошо. Теперь давайте поймем, что такое линейная зависимость. Очень легко. Давайте я вот здесь напишу минус 2. Не 22, а минус 2. Здесь напишу минус 1. Здесь минус 5. А здесь напишу минус 8. Вот вам простейший пример линейной зависимости. Сумма этих двух векторов равна нулю. В принципе, можно поставить перед этим коэффициент 1 и перед этим тоже поставить коэффициент 1. Можно сделать что-то более хитрое. А именно, вот, например, здесь написать не минус 20, а минус 20. Здесь написать минус 20. Тогда, собственно, какой будет результат? Какой будет результат? Минус 18 и 3 нуля. Отлично. Давайте так и напишем. Значит, минус 18. Ну, лучше я все-таки воспользуюсь вот этим. Минус 18. 0, 0, 0. С точки зрения Вольфрама, так это или нет? Да, он пишет, что это правда. Ну, можно было еще как-нибудь хитрее написать. Например, здесь написать 9 умножить, а здесь написать минус 2. Извините, те, кто все это наизусть знают. Так, вот получилось минус 36. Замечательно. Если здесь написать равно, то опять, наверное, будет равно. Да, true. В общем, господа, что такое линейная зависимость? Несколько векторов, каждый из которых умножен на какое-то число, и в сумме получается вектор, у которого все координаты нулевые. Ну, или в случае абстрактного векторного пространства, то получается то, что называется нулевой вектор. Так, мне сейчас нужно попасть. Мне сейчас нужно попасть просто-напросто в учебник. Сейчас. Вот он. Вот он, учебник Винберга. Как помните, мы в прошлый раз из него успели прочитать о том, что такое комплексное число. А вот здесь есть просто-напросто глава, посвященная векторным пространствам и линейным операторам. Сегодня главная теорема, которую мы докажем, это теорема о независимости, размерности векторного пространства от того, какой именно базис в нем мы взяли. Для этого надо, конечно, объяснить, что такое базис, что такое конечномерное пространство. Поехали. Мы говорим, что несколько векторов являются линейно независимыми, в случае, когда любое равенство вида K1 умножить на V1 плюс K2, V2 и так далее, плюс Kn, Vn, где K – это числа, а V1 и так далее, Vn – это векторы. Так вот, в случае, если любое такое равенство верно только для тех K1 и так далее, которые все равны нулю. Так, я все-таки когда-нибудь попаду на 192-ю страницу или нет? Попаду. Все, попал я на 192-ю страницу. Векторное пространство. Мы это помним в прошлый раз, что такое. Что нам здесь пытаются объяснить? Что есть понятие подпространство. Это часть векторного пространства, которое замкнуто относительно сложения и вычитания векторов, относительно умножения их на число. И, разумеется, подпространство является векторным пространством. Так, еще я не успел сказать, что такое базис. Базисом мы называем независимую систему векторов, через которые любой другой можно выразить. Ну, типичный пример. Это два непараллельных вектора на обычной плоскости. Вот у нас, когда есть любимая из школьной программы Декартова плоскость, там есть ось абсцисс. Например, можно взять вектор с координатами 1, 0. И ось ординат. Например, можно взять вектор с координатами 0, 1. Вот эти два вектора являются базисными. На самом деле можно взять огромное количество других векторов базис. Давайте я сотру, наверное, уже вот это и возьму что-нибудь в случае для векторов на плоскость. Смотрите, я беру, например, вектор столбцы. Например, я беру вектор столбцы. Один будет такой, 1, 1. И здесь я напишу х умножить на него. А другой вектор столбец будет, ну, например, не знаю, что-нибудь, скажем, минус 1, 0. Я достаточно случайно познаботился только о том, чтобы эти векторы не были параллельными. И давайте возьмем, посмотрим, как через них выражается какой-нибудь другой вектор. Ну, я не знаю, 1966-2023. Чему будут равны х и у? Понятно, что это за система линейных равнений. Это х минус у равняется числу 366, а х равняется числу 2023. Прекрасно. Вот нашли мы решение. Так, теперь давайте здесь возьмем какой-нибудь другой вектор. Например, здесь мы возьмем просто единицу. Есть тогда решение у системы? Конечно, есть. Прекрасно. 2023-2022. Давайте вот здесь вот изменим, например, 6 напишем. Я беру совершенно случайные числа. Что тогда получится? Видите, тогда получится. Вот это векторы 1, 1 и минус 1, 6 являются базисными. Вот давайте посмотрим, а есть ли что-нибудь такое небазисное. Вот, например, здесь написано, напишем 6, напишем 6 и попросим ее решить. А вот нет решения. Совершенно понятно, почему. Потому что сумма, на самом деле, это же 6 умножить на вектор 1, 1. Потому что вот этот вектор не выражается через вектор 1, 1. Вот если бы здесь координаты были одинаковые, то, конечно, мы бы все получили. Правда, тогда было бы бесконечно много решений. Видите, да? Любое х берем, а у вычисляем вот на такую форму. Хорошо. Итак, базис – это линейно-независимая система векторов, через которую любой вектор выражается. Вообще-то, возможно, пространство, в котором вообще нет базис. Пример – это множество всех многочленов, ну, например, с рациональными коэффициентами. Вот берем всевозможные многочлены, ну, что-нибудь, от одной переменной, например. Многочлен – это что-нибудь такого типа 15х квадрат минус 6х плюс 231. Вот почему у этого множества нет базиса? А потому что сколько бы мы ни взяли… Нет конечного базиса, бесконечный как раз есть. Сколько бы мы ни взяли многочленов, все равно среди них будет наибольшей степени. То есть будет какая-то степень такая, что вот большая степень нигде не встречается. Например, если все они максимум до 17-й степени, то когда вы после этого возьмете х в 18-й степени, этот многочлен уже совершенно невозможно будет расписать. Так, давайте я возьму пример базиса, вот именно в пространстве многочленов. Только у меня нет терпения писать до 17-й степени, давайте ограничимся многочленами 3-й степени. Вот замечательный базис. Абсолютно любой многочлен можно представить в виде а плюс b умножить на х плюс cх в квадрате плюс dx в кубе. А, b, c, d – любые числа. И, разумеется, если мы складываем два многочлена, то фактически важен список коэффициентов. То есть вот если я пишу а, b, c, d, то знания вот этих вот чисел а, b, c, d, знания этой строчки абсолютно достаточно для того, чтобы написать многочлен. Надо просто вместо запятых написать знак плюс и еще тут приписать х, х квадрат, х куб. Прекрасно. Но у этого векторного пространства, оно четырехмерное, потому что здесь 4 числа, у этого векторного пространства есть еще много других базис. Например, я могу взять достаточно такой забавный базис, единицу я беру по-прежнему, а здесь пишу не х, а х минус 1. А дальше я пишу, вы, наверное, уже догадались, х минус 1 в квадрате, а потом я пишу х минус 1 в кубе. Почему это тоже будет базис? И почему он на самом деле ничем не хуже и не лучше? Так, только я здесь должен висеть квадрат, здесь куб и еще галочку верхнюю забыть. Вот. Почему этот базис на самом деле тоже базис? Смотрите, что я должен сделать. Я ведь фактически должен понять, какая связь между этим и этим. Давайте я догадаюсь сделать так. Я введу новую букву, и тогда у меня все запишется короче. Здесь будет у куб. Да, тогда все запишется короче. Но если у меня известен у, то я могу вот это вот переписать следующим очевидным образом. Я могу вот сюда вместо х написать у плюс 1. А если раскрыть скобки, если я раскрою скобки, то получу такое выражение. Давайте подумаем, чему это соответствует. Вот у меня была строчка А, Б, С, Д. Что я получил в качестве коэффициентов при у, при единице, при у, при у квадрат, при у куб? А получил я, понятно, что при единице. Вот это надо переписать. А плюс Б плюс С плюс Д. А плюс Б плюс С плюс Д. Вот. Какой коэффициент при у? Теперь какой коэффициент при у квадрат? С плюс 3 Д. С плюс 3 Д. И какой коэффициент при у куб? Просто-напросто Д. Вот давайте сейчас поймем, как в терминах линейной алгебры записать вот это преобразование, которое из чисел А, Б, С, Д делает новые числа. А плюс Б плюс С плюс Д. Б плюс 2С плюс 3 Д. С плюс 3 Д и Д. Во-первых, конечно, можно вот прям так описать. Но оказывается, что есть совершенно замечательный способ, которым надо уметь пользоваться. Так, давайте я это все сотру. Что, во-первых, надо сделать? Надо это самое А, Б, С, Д написать. Пишу. А, Б, С, Д. Прекрасно. Дальше надо написать вот эту матрицу. Размером 4 на 4. Зачем? Давайте посмотрим, зачем. Мне нужно из вот этой... Ну, я здесь пишу по горизонтали, а там у меня вектор столбец. Получить А плюс Б плюс С плюс Д. Оказывается, есть стандартное обозначение, которое называется строка на столбец. Вот надо просто здесь написать единицы. И это соответствует приказу. Единицу умножить на А, единицу умножить на Б, единицу на С, единицу на Д. И все сложить. Хорошо. А давайте посмотрим, что здесь дальше идет. Б, 2С и 3Д. Б, 2С. Значит, при А вообще ничего нет. Б нет. Здесь рядом. Плюс 2С плюс 3Д. Хорошо. Наверное, вы уже догадались, что здесь, конечно же, будут тоже нули. Вот. Здесь, конечно же, будет единица. Так. Теперь смотрим, что здесь. С плюс 3Д. С плюс 3Д. Значит, надо сюда написать тройку. А там в конце Д. Вот. И не побоимся нажать на знак равенства. Посмотрим, что же нам напишет Вольфрам. Ну, это он пытается в днях. Это зря. Мы не думали, что Д – это день. А вот если написать здесь… Ну, давайте. Интересно. На Д большое также отреагирует нехорошо. Ну, вот видите. Д он не пытается изменить на дни. Вот вам типичный пример линейного отображения из четырехмерного пространства в четырехмерное. Было четыре числа А, В, С, Д. Из них получились новые числа. А плюс В плюс С плюс Д. В плюс 2С плюс 3Д. С плюс 3Д и Д. Вот это типичный пример. И заметьте, пожалуйста, вообще-то для этой матрицы существует обратная. Что такое обратная матрица? Это переход в обратную сторону. То есть, вот мы взяли многочлен, записанный через единицу х, х квадрат, х куб, и перешли от него к многочлену, записанному по единицам. Но вообще-то, если у нас был бы любой многочлен, записанный через единицы, то совершенно понятно, что мы точно так же… Так, я не буду новые буквы брать, поэтому разрешите, я быстренько сделаю вот так. Я просто перепишу здесь, везде заменив х на единица. Так будет быстрее. У, у, у. А вот здесь мне нужно везде написать х. И не плюс, а минус. Так, я справлюсь. Здесь вместо у надо везде писать минус. Мы сейчас получаем то, что называется обратное отображение. Так, я справлюсь. Здесь, смотрите, у меня будет везде х. Так, я сначала просто пройду, заменю на х, а потом… Нет, здесь такой… А потом я поставлю правильные знаки. Так, поехали. Вот здесь на самом деле был знак минус. Так, здесь был знак минус. Если я правильно понимаю, знак минус был вот здесь и вот здесь. Хорошо. Чему это соответствует? Тому, что минус вот здесь и минус вот здесь. Хорошо. Теперь b минус 2c плюс 3d. Здесь вот при х квадрат идет… Сейчас при х кубе идет d, а при х квадрат идет c минус 3d. Вот. Смотрите, что у нас получилось. Отображение, которое из-за такого многочлена делает многочлен, записанный по степеням х, имеет другую матрицу. А давайте я не поленюсь и там просто поменяю знаки. Это легко. Надо чуть-чуть поменять знаки и все получится. Точно, что надо менять знак вот здесь. Я немножко вынужден сюда посмотреть. Итак, 1, минус 1, 1, минус 1. Вот. Сюда надо написать минус. Следующее. 0, 1, минус 2, 3. Надо вот сюда написать минус. И, наверное, сюда написать минус. Да, прекрасно. Ну, нажимаем. Да, вот то самое. А теперь, наверное, вы понимаете, что я сделаю. Я сейчас посмотрю, что будет, если взять матрицу вот отсюда. Кстати, интересно, она это умеет ли мне. Копировать и сюда поставить. Ага, смогла. Смогла. Значит, надо вот теперь это убрать. И спросить, сколько будет. Это взаимно обратные матрицы. Почему? Потому что я сначала заменил одну букву на другую, а потом назад. Вот это преобразование, это только я, которое только что объяснял. Вот это, которое многочлен, записанный по Y, записывает по X. А потом я из записи по X перешел к записи по Y. Ну, понятно, что у меня все вернулось. Вот, между прочим, можно ведь и по-другому. Можно и по-другому отсюда вырезать и сюда поставить. И опять попросить посчитать. Опять получается. Кстати, интересный вопрос. А что такое вообще произведение двух матриц? Откуда это берется? Но, наверное, имеет смысл все-таки на этот вопрос ответить. После того, как я, во-первых, укажу способ довольно хорошо разобраться с той подстановкой, о которой здесь вот разговор. И такой веселый способ. Способ состоит в следующем. Если вы войдете и здесь вот наберете наш канал, где у меня все видео лежат, а тут напишите конвейер. Это был великий математик. Он во время коронавируса умер. Это очень обидно. Хоть он был и пожилой человек, но он был потрясающий совершенно силой математик. И очень интересные вещи. Вот даже, видите, у меня он присутствует в совершенно разных видах. Так вот, конвей и последовательности единицы. Понимаете, это... Я не буду сейчас тратить время, но вы увидите вот эти замены, и, честное слово, обязательно в них легко разберетесь, потому что там конкретная красивая задача. А вот эти вот замены, там, х на х плюс 1 или на х плюс 2 и так далее, они там все есть, и, ну, в общем, оно того стоит. Оно того совершенно стоит. И веном Ньютона там, и числа Стирлинга увидите. Тут, в общем, альбом тут указан, так что захотите, найдете, разберетесь. Так, возвращаемся к тому, что все-таки главную, обещанную на сегодня теорему, надо бы доказать. Да, что это такое? Это теорема о размерности. Вот, смотрите, здесь вот есть векторное пространство строк и столбцов. Это учебник Астрикина. Линейные комбинации, линейная оболочка. Ну, понимаете, что это линейная оболочка? Это множество всех векторов, которые через данные на множество можно выразить при помощи операции умножения на числа, сложения, вычитания. Ну, вычитание – это умножение на минус 1, так можно было бы и не говорить. Линейная зависимость я уже объяснил, базис размерности объяснил. А вот теперь надо все-таки доказать главную теорему, что, если есть векторное пространство, в котором есть некоторая система векторов, ну, давайте эту систему мы обозначим, ну, скажем, система такая, V1, V2 и так далее, и так далее, и так далее, Vn. И другая система, U1, U2 и так далее, и так далее, и так далее, Un. Не то же не n, а в том-то и дело, что U с каким-то непонятным другим номером. И представьте себе, что вот эта система векторов линейно-независима. То есть, если у вас есть любое соотношение вида X1, V1, плюс X2, V2 и так далее, плюс Xn, Vn, где X это у нас числа, и вот эта штука равна нулю, то тогда, на самом деле, все подряд X равны. А вот эта система, это системообразующая. Что это означает? Что через эти векторы с какими-то коэффициентами можно выразить любой вектор нашего пространства. Ну, если угодно, все вот эти выражки, пусть через них выражаются, да? Давайте я так напишу. Так бы, наверное, будет понятнее. Через вот эти векторы выражаются все вот эти. Ну, любой из них выражается. Тут надо, конечно, запятые поставить, но считайте, что вы это все понимаете. Теорема очень простая. она состоит в том, что K не может быть маленьким. Число K не может быть меньше, чем число N. То есть, вы линейно-независимую систему векторов не можете никак сэкономить. Вот если есть несколько векторов и на них нет зависимости. А типичный пример, между прочим, такой системы, это вектор строки такого вида. Одна из координат равна единице, а все остальные равны нулю. Вот скажем, если у вас строки длины 3, то это будут такие строки. 1, 0, 0, 0, 0, 0 и 0, 0, 1. Вполне себе линейно-независимая система. Так вот, оказывается, что если какие-то векторы обладают тем свойством, что через них можно выразить любой из наших вот этих, то в таком случае не может быть этих векторов слишком мало. Почему ее иногда называют теоремой о существовании размерности, об инвариантности размерности? Она дает смысл понятию размерности секторного пространства. Потому что если у нас есть два базиса в одном и том же пространстве, то тогда, во-первых, они оба независимые, а, во-вторых, векторы любого из них выражаются линейно через векторы другого. И поэтому, если у нас есть и ушки, и вешки, это базисы, то число К не может быть меньше, и число Н не может быть меньше. Ну, а если одно больше или равно другого, и второе больше или равно первого, значит, они просто равны. Это и есть та самая размерность векторного пространства. Есть два разумных способа доказательства этой теоремии. Один способ, состоит в том, и чаще всего именно его рассказывают в учебниках, скажем, в Куроше, в Кострике, он рассказывает. Один способ состоит в том, чтобы выписывать некие системы линейных уравнений и про них доказывать. почему это обычно делают университетские лекции? Потому что они таким образом экономят время. По крайней мере, им кажется, что экономят время. Потому что они заодно рассказывают и о системах линейных уравнений, ну и получают теорему о размерности. С другой стороны, мне кажется, что лучше всего это все-таки понять, что эта теорема просто очевидна. Что вообще вот можно ничего не писать. заметьте, у меня сейчас нет мела, я пишу тут довольно такие короткие формулы. Оказывается, можно просто понять, почему это абсолютно очевидная вещь. Давайте я покажу, где рассуждение, которое я сейчас буду рассказывать, аккуратно выписано. Официально оно называется «Теорема о замене Штейнца». Книжка, которую я сейчас показываю, совершенно великая. Я ее очень рекомендую. для того, чтобы влюбиться в математику, это алгебра Вандервардена. Я не говорю, что вы ее обязаны читать с первой страницы. Нет, если уж читать ее, то с первой страницы, конечно. То есть совершенно не обязательно ее читать до последней. Но великая совершенно книга, потому что в ней впервые была записана наука под названием современной алгебры. Сейчас она уже давно не современная, она где-то в 30-е годы 20-го века была окончательно сформирована. Такой великий был немецкий кружок. Гильберт, Эмми Нютер, женщина замечательная, которая придумала огромную часть вот этого учебника. Вандерварден, Артин, который тоже придумал огромную часть. Так вот, мы намерены доказать, что размерность пространства не зависит от самого базиса. Вектор называют линейно-зависимым, если он вот так выражается. Да, здесь не пугайтесь. Есть такая идея обозначений. Писать индекс некоторые снизу, некоторые сверху, ну, не хочу сейчас точно объяснять смысл, называется это тензорные обозначения Эйнштейна. и идея там в том, что иногда в формулах у вас суммирование, даже не иногда, а очень-очень часто, суммирование в формулах у вас происходит так, что один индекс внизу, другой вверху, и вот что-то такое происходит. Почему это так часто происходит? Ну, потому что есть векторы, есть контравариантные векторы и так далее. Надо чуть-чуть потерпеть, и скоро вы сами все поймете. Вот чуть-чуть поговорим, там будет такое понятие двойственное пространство, и все станет ясно. Пока просто мысленно считайте, что все вот эти вот внизу, и потому что это просто обычная сумма. x1, A1 плюс x2, это и есть сумма, просто написанная в чуть-чуть странных обозначениях. Это не имеется в виду, что A умножить на O умножить на A, никакой случай. Так вот, если вот выполнено такое соотношение, Y называется зависимым от пустого множества векторов, если Y равно 0. Это уже просто слова. Так вот, теперь смотрите, базисные теоремы, три совсем-совсем простые, из которых очевидно уже будет следовать та теорема, которую вот я хочу вам сейчас объяснить. Я бы назвал все-таки, наверное, не базисными теоремами, а леммами. Я бы их назвал все-таки леммами. Каждый вектор линейно зависим от всех. Понятно. Вы пишете, что этот самый X это 0X1 плюс 0X2 и так далее, плюс 1 умножить на X это, плюс 0 умножить на X и плюс 1 и так далее. Совершенно понятно. Если вектор линейно зависим от таких, но не от таких, то есть XM, если выбросить, то уже нет линейной зависимости, то на самом деле XM линейно зависим от такой системы. Это на самом деле главное. Это главный момент. Он самый тяжелый, хотя на самом деле все равно очень легкий. То есть по уровню сложности все три вот эти утверждения в высшей степени простые. Идея простая. Что такое линейно зависимость? Ну, это значит, вот есть такая штука. Что значит нельзя бросить последнее слагаемое? Это значит, коэффициент там не нужен. Да, здравствуйте, постарайтесь в будущем не опаздывать. То есть можно, конечно, но просто очень трудно влиться в лекцию на середине. Так, так вот, значит, вот этот коэффициент не нуль. Ну и прекрасно, так разделим на него и все. И получится, что вот разделим на это BMT. Так, все понятно. И третья теорема. Если вектор линейно зависим, а каждый из них линейно зависим, то на самом деле он линейно зависим. Понятно, у вас есть выражение для Z, значит, и все. Тут, смотрите, тут после каждой теоремы написано доказательство. Тут после первой вообще нет, да? То есть, совсем, да, очевидно. Вот здесь обязательно вот этот коэффициент MT обязательно не нуль и на него просто разделим. Ну и здесь, вот если Z там как-то выражается с какими-то коэффициентами, выражается, то и все получается. Замечательно. Так вот, значит, если вектор линейно зависим от y, то он линейно зависим и от каждой системы содержащей, ну это на уровне болтовни. Это все на уровне болтовни. То есть, элементы зовут линейно независимые, если ни один из них не является линейно зависимым от этого. Понятно. Вот, в общем, господа, это все совсем просто. Тут x-1, конечно, написано, да? Вот, в каждой конечной системе векторов есть линейно независимая подсистема, от которой они все линейно-зависимая. Но очевидно. Вы просто, если есть линейная зависимость, то один из векторов через остальные выражаете и его выбрасываете. И все понятно. Две системы зовут линейно-эквивалентами, если каждый у зависим от... И теперь вот она теорема о базисе. Конечно, желающие... Я, вернее, очень хотел бы, чтобы вы прочитали эту страницу, попытались, по крайней мере, прочитать. Но давайте сделаем так. Я не буду ее вам зачитывать, потому что читать, надеюсь, вы сами умеете. А давайте я попытаюсь ее просто-напросто объяснить. Вот смотрите. Жили-были. Система векторов V1 и так далее, ВН. Вот она у нас есть. И другая система, через которую все эти самые V-шки как-то выражаются. Мы сейчас будем делать некоторые очень естественные операции. И во время этих операций, точнее, после того, как мы эти операции сделаем, утверждение станет абсолютно очевидным. Смотрите. Вот V-шки линейно-независимые, но любая из V-шек выражается через ушки. Прекрасно. Значит, например, V-н-ное можно как-то выразить через эти самые У. Прекрасно. Так давайте это напишем. V-н-ное выразим через вот эти вот через вот эти вот векторы. Ну, поскольку система была линейно-независимой, то не может быть, чтобы V-н-ное равнялось нулю, потому что иначе была бы такая зависимость. 1 умножить на V-н равно нулю. Это была бы нетривиальная линейная зависимость. Значит, при выражении V-н-ного через вот эти вот векторы хотя бы один коэффициент будет не нулю. Прекрасно. Это означает, что у нас будет какое-то разница. V-н-ное равно с каким-то коэффициентом U1 плюс с каким-то коэффициентом U2 и так далее плюс с каким-то коэффициентом Уката. Замечательно. Ну, давайте предположим, что вот какой-то, например, коэффициент при Уката оказался, в точечении мы просто переставим эти векторы, коэффициент при Уката оказался не нуль. И в таком случае мы можем сделать очень простую штуку. Мы можем выразить Уката через остальные ушки и через В-н-ное. Почему? Потому что у нас ведь было какое-то такое вот разница. В-н-ное равно с каким-то коэффициентом идет вектор У1. Так, господа, я понимаю, что это очень легко, но давайте я все-таки это аккуратно напишу, хотя это немножко скучно. Именно для того, чтобы вы поняли, до чего же это на самом деле легко. Вот, здесь вот идет дальше что-то, 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 плюс идет А с каким-то там коэффициентом К минус 1, да, вот, У К минус 1, вот, плюс А КТ Уката. Сейчас все будет легко. Вот представьте себе, что вот этот последний коэффициент не нужен. Тогда мы в этом разнице просто разделим на Аката. И после этого вот все-все-все-все вот это перенесем налево. И мы получим такое замечательное соотношение, что Уката выражено через через что? Через всех предыдущих здесь вот К минус 1 и еще через В. И еще через В. Прекрасно. Таким образом, что я теперь могу сказать? я могу сделать некоторую замену. Вот у меня была система векторов В1 и так далее ВН. У меня была вот эта вот система. Так вот, я преспокойненько теперь могу перейти к новой системе. Точнее, к двум системам. Вот это по-прежнему линейно независимая система вектор. А здесь, в этих вот У1 и так далее, Уката, я беру вот это. Я беру вот это. Произошла замена. Один из векторов У заменен на ВН. Прекрасно. Прекрасно. Один из векторов заменен на ВН. Давайте думаем, сохранилось ли условие, что у нас там было написано. У нас было такое требование, что вот эти вот В-шки линейно независимы. Ну, вообще-то они остались линейно независимы, потому что те же самые векторы. И при этом через вот эти векторы все В-шки выражаются. Смотрим. Тут нет Укатого. Но Укатая выражена через них. Поэтому, если вам надо выражать, ну, вот у нас, если потребуется Укатая, напишите выражение через эти, и это будет то, что надо. Значит, я сделал первый шаг замены. Теперь давайте посмотрим второй шаг. Второй шаг понятно какой. Я возьму вектор В-н-1. И скажу, что он там как-то, понимаете, да, все были выражены, значит, он как-то выражается через эти. Вектор В-н-1. Давайте подумаем. Может при этом участвовать в выражении только этот вектор? Разумеется, нет. Потому что у нас векторы В были линейно независимыми. Понимаете? В-шки были линейно независимы. Поэтому выразить один из векторов В через В-шки нельзя. Они были линейно независимы. Значит, там участвует какой-то из векторов У. Прекрасно. При одном из векторов вот этих У-1 и так далее у камень и так далее не нужны. Прекрасно. И здесь делаем то же самое. И заменяем его на В-н-1. Потом берем В-н-2 заменяем, заменяем, заменяем. И в результате у нас здесь происходит движение. Кстати, система вообще не меняется. Но у нас бегунок такой идет. На через n, потом n-1 и так далее. А здесь в каких-то непонятных местах уже не обязательно. Я сказал укаты для того, чтобы значения были полегче. Но вообще-то непонятно в каком месте это будет каждый раз происходить. Какой-то из укатов будет заменяться на В. При этом те В, которые сюда попали, не будут заменяться. Каждый раз мы будем находить именно ушку. И так мы сделаем n-раз и вдруг обнаружим, что мы вот эти векторы все сумели в эту систему вставить. Ну а если у нас было К-мест и мы сумели n-векторов туда поместить, то значит К не меньше, чем n, потому что там для них нашлись места. Вот такое, мне кажется, довольно простое философское доказательство. То есть, в общем, здесь надо просто говорить слова, надо понимать, о чем говоришь, и все абсолютно очевидно. В виде текста это вот написано в Андервардене. Не знаю, насколько это понятно человеку, который только-только начал заниматься математикой, но с другой стороны, понимаете, всегда вот такие слова, которые я произнес, их довольно тяжело написать на бумаге. Так, это было одно доказательство. Теперь доказательство другое, которое вот обычно в большинстве учебников. В большинстве учебников дело сводят к такой штуке, как система уравнений, в которых в правых частях стоят только нули, это называются однородные уравнения, а при этом неизвестных больше, чем уравнений. Давайте, ну, во-первых, это просто полезно уметь решать систему линейных уравнений. Давайте я расскажу этим способом. Только сразу скажу, у меня совсем мало времени остается, поэтому вот в гугл-классе у нас просто есть точные ссылки. Вот здесь вот они лежат, нет, не здесь, а чуть выше, на вот эти вот видео, там все аккуратно объяснено. Я постараюсь сейчас быстро рассказать идею, но лучше все-таки посмотреть и аккуратный рассказ. Идея такая. Представьте себе, что у нас есть какие-нибудь линейные уравнения. При этом в правых частях все время стоят нули. То есть система уравнений примерно такая. х плюс у плюс 3 z равняется нулю. ну, я не знаю, там 34 x минус y плюс z равняется нулю. Вот типичный пример. Два уравнения, три неизвестные. Я утверждаю, что очевидным образом у этой системы есть нетривиальная. Нетривиальная значит, хотя бы одна из переменных x, y, z это не нуль решения. Доказательства. Слушайте, господа, берем первое уравнение, умножаем его на 34 и вычитаем из второго. Что тогда у нас получается? Первое уравнение можно просто переписать один к одному. Не очень понимаю, зачем я взял именно 34, но, наверное, это проверит себя. Смогу ли я на 34 умножить и без ошибки вычесть? Я думаю, справлюсь. Здесь будет 35, потому что 34. Здесь надо быть 34 умножить на 3. На 102 это будет минус 101, z. Смотрите, какие бы здесь не нашли y и z, у меня после этого x, вот из этого уравнения определяется однозначно. Значит, я всего лишь должен найти, чтобы хотя бы одно из чисел y и z было бы не нул. Так очень легко. Здесь же переменных больше, чем уравнение. Поэтому я беру z, любое ненулевое число и нахожу y. Вот. Ну, вообще-то все. это фундаментальной важности теорема. Любимое упражнение для студентов первого курса. Докажите, почему система, однородная система линейных уравнений, в которых неизвестных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение. Ну, при индукции. То есть, когда вам выписали любую систему, то у нее столбцов неизвестных будет больше, чем строчек. Вы либо в каком-нибудь столбце видите, что все коэффициенты нули, и тогда радостно эту переменную объявляете, например, единицей, все остальные переменные нулями, и все говорить, вот, нашли нетривиальное решение. Либо в столбце есть какой-то ненулевой коэффициент. В таком случае вы из этого уравнения, где он там ненулевой коэффициент, эту переменную выражаете через остальные, подставляете во все остальные уравнения. Это уравнение, где-нибудь в сторонке пишите, что оно теперь является определением фактически для этой самой неизвестной. И вы свели задачу к ситуации, когда у вас одним уравнением стало меньше и одной переменной стало меньше. Вот и все. Поскольку единица вычлась и из числа уравнений, и из числа переменных, то автоматически у вас сохранилось условие, что переменных больше, чем. Почему это вот этой вот леммы, она, согласитесь, очень простая, почему этой леммы достаточно для того, чтобы доказать теорему о размерности. Так, где у меня он? Давайте пока встретим и посмотрим. Давайте пока встретим. Нет, не хочу. Не хочу. Все-таки все-таки по... На самом деле полезно прочитать и там, и там, и там. В чем идея? Вот у вас есть вот эти единичные векторы, и представьте себе, что нам нужно доказать такую теорему. Всякие s-векторов n-мерного векторного пространства составляют, когда s больше, чем n, линейно зависимую систему. Ну вот пусть нам данный вектор. Мы хотим подобрать такие коэффициенты, чтобы это был ноль. Так, наверное, стоит прибавить немножко. Так будет виднее. Вот, итак, дали векторы в количестве n плюс 1 или больше. Мы хотим подобрать коэффициенты. Значит, вот эти коэффициенты это неизвестные. Их больше, чем n. А уравнений у нас здесь получилось n. Ну, значит, по только что объясненному существует нетривиальный набор коэффициентов, который это замуляет. Ну, тут вопрос, что лучше, или вот то доказательство ты сначала рассказал, или вот это. В общем, вот это реально два доказательства, которые я знаю про размерность. Очень важно понимать. Бывают бесконечно мерные векторные пространства. Вот, например, пространство всех многочленов. Оно счетно-мерно. Бывает и еще хуже. Скажем, пространство всех функций, определенных на отрезке, или даже пространство непрерывных функций. Оно даже не имеет счетного байса. То есть, там много чего бывает, но в линейной алгебре, которая нас сейчас интересует, конечно, главное, это конечномерное векторное пространство. И вот сегодня мы доказали великую теорему о инвариантности размерности. О том, что для конечномерного векторного пространства размерность это не просто какая-то странная величина, а вполне существующая. вопрос не то, что вы поняли, скорее надо будет еще самостоятельно изучить, наверное. То, что не поняли, это не беда. Главное, что я призываю вас вот эти учебники реально начать читать. Вот их несколько штук у нас, и надо их реально хотя бы немножко начать читать. Не то, чтобы учить, но просто если хотя бы чуть-чуть вы на них время потратите, на любой из них, на тот, который больше понравится. На самом деле есть еще куча других хороших учебников, там дельфант есть, например, много всего есть, Шилов есть, есть много всего хорошего. Но надо с чего-то начинать. Они не доказывают, что k больше n, они доказывают, что k больше или равно n. Давайте вернемся. Давайте вернемся. У нас здесь была система V-шек линейно независимая и другая система, через которую они все выражались. И дальше был некий процесс, который я объяснял, который заменяет в системе ушек одну из них на V-n, а потом заменяет еще одну ушку на V-n-1 и так далее, и так далее. Но если у вас есть k мест, вот они и вы каждый раз находите место для очередной V-шки, то значит k больше или равно. Разве нет? С чем образующая система отличается от базиса? Очень сильно отличается. Базис это линейно независимая. То есть если вы возьмете, напишите образующую систему, а потом несколько из нее векторов еще раз повторите, то она останется образующей. Образующая система может быть больше по количеству элементов. То есть если вы выбросите из образующей лишнее, то вы получите байс.